В этот день воскресный мы вспоминаем отрывок из Евангелия от Матфея, в котором рассказывается о том, как Господь насытил чудесным образом пять тысяч мужей, там было больше, куда гораздо, только мужей было пять тысяч, кроме женщин и детей. Вот это насыщение пятью хлебами и двумя рыбами, оно может восприниматься очень сложно для человека, настроенного очень материально, не понимающего подчас даже материальные процессы. Вот так чудо, не видящий перед собой, перед своими глазами человек, может сказать, ну это же, ну это просто не может быть, как можно, как, не просто насытил, там пять хлебов было, каким-то образом люди, возлегшие на траву, получили больше того, чего есть. И более того, там еще и осталось более того, что было, еще и несколько, несколько корзин еще осталось, от того, что не должно было быть, как-то преумножилось, преумножение хлебов свершилось. Как это? Что это такое? Ну, для людей, которых не видят чудо под своими ногами, конечно, это сложно. У нас сейчас чудеса, вот, которые нас отвлекают подчас даже от службы, есть всегда. Сейчас огороды кого-то отвлекают, а там же тоже чудо, тоже чудо. Ну, про хлеб мы не будем говорить, хлеб сейчас никто не выращивает, ну, а картошку выращивают очень многие. Одну посадили, сколько взяли, от чего? Она там выросла. Но это ж не мы ее растили там, руками не грели. Нет. Господь питал водой, Господь питал каким-то образом той землей, мертвой землей, там ничего не было. Там ничего нет, там мертвая земля, как будто мертвая. На самом деле нет, ничего не мертвое. Вещество может и быть мертвое. Нет, ученые говорят, даже в самом мертвом теле есть движение. Движение всегда есть. Во всем движение есть. Атомы, молекулы, что там говорится, но движение есть. И вот это движение, этим движением распоряжается кто? Конечно, Господь. Вот он распоряжался так, чтобы этих людей насылить, накормить. Но это было чудо не просто для того, чтобы удивить что-ли людей. Нет, конечно. Главное в этом чуде не то, что он их даже накормил. Он, понятно, это сделал по своему милосердию. Он жалился над людьми. Главное чудо вот в этом Евангелии было в том, что они за ним пошли вообще. Это после того, как он узнал, а Христос узнал о том, что Иоанн Креститель был усекнут Иродом, он ушел. Он ушел в пустынное место. А люди узнали, где он, в каком пустынном месте, там, по берегу этого озера. Шли, 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 нашли его. Нашли в этом пустынном месте, где ни одного селения не было. Он там молился. Они пошли за ним. Зачем, почему они пошли? У них были какие-то проблемы у многих. Потому что он тут же их лечил. Он многих сразу излечил. Но все ли туда шли только для того, чтобы получить излечение? Уже то хорошо то, что они поверили, что это необыкновенный человек. И уже последовали за ним, невзирая на трудности пути. Можно сказать сейчас, нам для того, чтобы преодолеть трудности, надо совершить подвиг. Вообще подвиг, совершение преодоления, препятствий, он сейчас очень велик, оказывается. Вот этот вот грань, барьер, который существует сейчас. Мы же привыкли, чтобы наши проблемы решались достаточно комфортно. Ну, есть проблема со здоровьем. Значит, надо вот ее как-то решать комфортно. Не долго сидеть в очереди хотя бы. Да, помню, да. Но вот если в очереди долго сидеть, то это тяжело. Если хлеб надо купить, то смотрим, где он не просто повкуснее, а где побыстрее ее взять. Вот вся наша жизнь, она очень часто соткана из того, что мы пытаемся сделать так, чтобы было побыстрее, покомфортнее, поприятнее, поудобнее. Так, чтобы это было легко. Легко. Люди отличаются во времени. Очень многие помнят в советское время, как не было легко воспитывать детей, как было по часу трудно этим детям выжить в этом мире. Это было такое. Сейчас комфортно. Сейчас проще. От этого стали ли лучше? Наверное, нет. По-видимому, преодоление неких препятствий, преград, преодоление трудностей воспитывает человека. Тем более, если эти трудности по пути к Богу. У нас очень многие сейчас пытаются сделать церковь комфортной. Чтобы было легко, просто, хорошо. Чтобы было красиво, приятно и комфортно. Западная церковь по этому поводу, по этому пути пошла. Там скамеечки поставили с подогревом, так, чтобы было все комфортно. Так, чтобы служба была недолгая. У нас сейчас, сколько, полтора-два часа службы. Там попроще. Не надо. Там, где по полчаса. Вот полчаса еще можно. Вот уже 40 минут, так тяжело. Там ее сократили. Стало у них, прихожан, больше? Нет, конечно. Нет, конечно. Стало у них верующих больше? Да что мы говорим, о чем? Какое там верующие? Там развратников стало больше? Стало там греха больше? Да. Христос там есть. Ну что вы, там в храмах, в великолепных храмах, там, чтобы их окупить как-то, коммуналку, концерты, сдают вот различным группам. Там делают так. Почему? Нет приходов. Верующих нет. Это пошли по пути комфорта. Ко Христу дорога тяжелая, сложная, пустынная. Там, может, и хлеба не хватит. И воды не хватит. Там и вспотеет. Там тяжело. Выбираем храм, где покраше, где получше подчас, да? Ну, где попроще причаститься. Даже так сейчас бывает. Да, у нас сейчас это... Об этом многие говорят, да. Там тяжело, там покреститься, там сложно. Там задают вопросы. Там батюшка такой, здраво. Надо мне полегче. Стали от этого лучше? Да нет, конечно. Нет. Дорога к Христу, оказывается, вот она такая стерня, с колючками. Узкий путь, говорят. Узкий. Преодолевать тяжело. Но, оказывается, это благо. Именно на этом пути он и помогает, и дает хлеба. И рыбы. Дает. Только сколько надо. Не так, как хочется. Не так, как вкусно абсолютно. Это развращаем. А вот так, как надо. Столько, сколько необходимо для спасения. Будет. Вот, наверное, о этом сегодня и Иван. О том, что мы должны уповать на него, и не заботиться о том, в общем-то, где нам будет потише и ниже. Так вот так, где тише вода, где тише трава. Так вот, вот это вот не наше. Наша это борьба. У нас жизнь борьба, и борьба это за спасение. И в этой борьбе тяжело, и в этой борьбе мы можем очень часто проигрывать. Но в этом поражении наша победа. Аминь с Богом. Субтитры подогнал «Симон»